Здравствуйте, друзья! Меня зовут Илона, и вы со мной на моём канале «Записки трудового мигранта». Идею к сегодняшнему видео мне подсказала моя хорошая подруга, очень давняя подруга моего детства. Спасибо тебе, Леночка, большое за эту прекрасную идею. А именно, она попросила меня рассказать про латышский язык. Просто про латышский язык как таковой. Что он из себя представляет? Я, конечно, небольшой спец по лингвистике, да и латышский я знаю далеко не стопроцентно. Но я попробую рассказать просто, как я ощущаю этот язык, всё, что я знаю про этот язык. Постараюсь рассказать так, чтобы это было доступно для понимания всех. Итак, латышский язык. На нём разговаривают полтора миллиона человек. И все они, конечно же, живут в основном в Латвии. Вообще, этот язык произошёл из древнего прибалтийского языка. Где-то к веку пятому нашей эры он разделился с литовским. До этого это были очень два похожих языка. И сейчас латышский и литовский – это два совершенно разных языка. Они, конечно, немного похожи друг на друга. Но вот даже, например, зная латышский, литовский не поймёшь. Может быть, только какие-то отдельные слова. Я, например, не понимаю совершенно. Но какие-то отдельные слова, они что-то похожее немножко на латышский. Но это всё-таки разные языки. В латышском языке существует три диалекта. Один диалект – это ливонский, который ближе стоит к эстонскому языку. И на котором разговаривает западная часть Латвии. Вообще, надо сказать, что хоть Эстония и относится к Прибалтике, но язык там совершенно другой языковой группы. Он относится к угро-финской языковой группе. Следующий диалект – это среднелатышский. И диалект, на котором говорят на востоке Латвии – это латгальский. Вообще, некоторые выделяют латгальский язык как самостоятельный. Ну вот мне, например, на слух. Латгальский кажется, что он настолько отличается от латышского, ну, насколько примерно русский отличается от украинского. То есть, зная латышский, то, конечно же, можно понять латгальский. Но, тем не менее, отличия все-таки есть и довольно значительные. Вообще, конечно, латышский язык очень долго на протяжении истории оставался языком крестьян, сельского населения. Потому что где-то в XII веке Латвия была завоевана немецкими рыцарями. И немецкий – это был язык знатия. А бедные люди, коренное население говорило по-латышски. И только после XVI века, XVI-XVII века, когда в Европе началась реформация церкви, и тогда уже церковники заинтересовались латышским языком. И вот уже после этого была переведена Библия на латышский язык. Это вот мой соотечественник, пастор Грюк, который жил в Аугстане, у меня тоже есть видео на эту тему, он впервые перевел Библию на латышский язык. Это было в 1685 году. А самый первый вообще латышский текст, который дошел до наших дней, он был написан в 1550-х годах. Это самое первое свидетельство вообще, которое дошло до нас на латышском языке. И только в 1822 году, то есть уже вот, можно сказать, в наше время почти, вышла первая газета на латышском языке. Вообще, конечно, хотя сам язык латышский очень древний язык, но вот именно такую вот государственность он получил совсем недавно. Так же, как и Латвия, хотя латыши это уже старая нация, жившая многие века на этой земле, но государство Латвия образовалось только 100 лет тому назад. Ну, как мне кажется латышский язык, вот что мне кажется. Латышский язык, вот как я вижу его, он сложный для изучения. Ну, конечно, может быть, не такой сложный, как русский, а может быть, и такой же, потому что в нем очень много разных грамматических категорий. В нем, так же, как и в русском, есть склонения, спряжения, падежи. Естественно, при этом изменяются окончания. Вообще времен, грамматических времен, в латышском языке 6, в отличие, например, от русского, где только 3. Ну, опять же, в сути, меньше, чем в английском. Кто учил английский, знает, что там больше. Но, тем не менее, английский значительно легче. Значительно. Все, что надо изучить в английском, это вот эти самые пресловутые времена. Все остальное там просто, элементарно. Вот. Ну, что еще? Порядок построения слов в предложении свободный, так же, как и на русском. Например, по-английски, опять же, кто изучал, знает, что очень строгий. То есть, если я иду в школу. Нельзя сказать, иду я в школу. А по-латышски это можно, так же, как и по-русски. Латышский язык, так же, как и любой язык в мире, заимствовал много слов от своих соседей на протяжении истории. Ну, например, из украфинского, то есть с эстонской стороны, пришли такие слова, которые связаны в основном с морем, рыбой, немножечко как природа. Ну, например, вот, кайя, это чайка, или же лайва, это лодка, селга, это морская даль. Больше всего, конечно же, заимствовали из немецкого языка, потому что немцы властвовали на территории современной Латвии долгие века. И поэтому очень много слов и германизмов. Например, биксы, это штаны, брилес, это очки, арс, врач, кирши, это вишня, гурти, огурец. Ну, а также заимствовали своих восточных соседей, то есть славяны из России в том числе. Ну, например, вот базаница, это церковь по старославянскому, божница. Богоц, богатый, цилбекс, человек, капусты, капуста. По-латышски Россия это кревия, русский это кревс. Такое название образовалось еще тоже с давних времен, когда на территории современного Пскова, Псковской области, то есть восточных соседей, латышей, обитало славянское племя кривичей. И вот от этого слова кривичи до сих пор в Латвии сохранилось криевс. Русский это криевс. Все существительные мужского рода оканчиваются на С в именительном падеже. А все существительные женского рода на А или Е. Это касается абсолютно всего, в том числе фамилий, названий. Если во многих языках, в том числе в русских, иностранные названия, городов, рек, имена, людей, животных, они переводятся без изменения. На латышском языке они изменяются. Например, Нью-Йорк это Нью-Йорка. Поскольку город Пилса-то по-латышски это женского рода, значит все названия городов будут в женском роде. То есть все названия городов без исключения будут заканчиваться или же на А, или же на Е. Вашингтона, Парижа, Лондона, Москва. Но Москва это женский род и по-русски. Москва это такое историческое тоже название для Москвы. Ну что я еще могу сказать про латышский язык? На слух он довольно приятный. Там достаточно много гласных звуков. Ну может быть он конечно не такой мелодичный, как итальянский или французский. Но и без каких-то шипящих звуков, без рычащих звуков. Достаточно мелодичный язык. Ну вот наверное все, что я могу сказать про латышский язык. Кроме того, что конечно его надо учить. Проживая в Латвии, его конечно же надо знать. Ну вот и все, друзья мои. Надеюсь, что вам было интересно. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Заходите на мой канал. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова